Первый раз вы пошли на контракт. Почему? Как раз было начало беспорядков на Украине, так как я житель приграничной зоны. Посчитал своим долом находиться в это время в бредах в армии. Потом, когда я с вами началась, я уже находился в армии на общих основаниях, пошел. Ну, на СВО. Сейчас вы идете второй раз по контракту? Долг тоже, должен быть. Осознавать надо это. Я считаю, это долг каждый. Вы собрали документы, прошли медкомиссию. Что дальше? Сегодня вечером мы уже со своей командой отправляемся в учебный центр. И после учебного центра там подходим к ускоренному подготовку. Это стрелковая подготовка, медицинская, тактика действий в составе подразделений. Ну, то, что самое необходимое. А после нее уже по распределению, нас будут, вернее, уже распределять именно в те части, где не хватает специалистов личного состава. Каждого уже будет смотреть по специальностям, по талантам и так далее. А какие специальности и какие таланты вот сейчас нужны? Ну, насколько я знаю, всегда требуются водители. Причем не только грузовых машин, но и бронированной техники, ну, механики водителей. Ну, и разные другие специальности. Такие, те же даже электрики, саперы, артиллеристы. Это все требует отдельной подготовки. Эти люди уже относятся к классу специалистов. Ну, на данный момент отбираем, соответственно, по военно-учетной специальности. В зависимости, если товарищ, кандидат проходил воинскую службу, смотрим по его предыдущей воинской службе. В первоначальной воинской должности стрелки, пулеметчики, наводчики, наводчики-операторы, механики водителей, водители, крановщики, соответственно, имеются. Так же самое отбираем в тыловые подразделения. В зависимости от, если необходимо, на кухню, соответственно, отправляем на... подбираем военную учетную специальность по критериям. Так же самое имеются у нас повара, имеются операторы стиральных машин, сушильных машин, ну, в зависимости для обеспечения тыла, скажем так. Для неслуживших кандидатов, соответственно, подбираем первоначальные воинские должности. Это стрелки, наводчики, пулеметчики. В дальнейшем, после попадания в учебные центры, они осваивают новые профессии, если, соответственно, есть к этому стремление и желание. Поэтому первоначальная воинская должность, она не окончательная, она может вылиться, соответственно, вплоть до командира отделения, если имеется уровень образования среднепрофессиональный, либо высший, то вплоть до командного офицерского состава. Первый раз, да, когда вы служили по контракту, были другие условия. Сейчас и зарплаты выше, да, и социообеспечение совершенно иное. Заметили вы эту разницу? Да, потому что тогда это все только формировалось, и тогда они обманывались деньгами, да, платили хорошо, боевые все выплачивали вовремя. Просто тогда это еще, ну, я же говорю, все только начиналось. Сейчас, да, это все отлаженная система, сейчас сразу подъемные, все боевые, если как только туда прибыл, начинают начисляться боевые, соответственно, зарплата отдельно идет, выплаты родителям, социальные льготы и так далее. Сложно было собирать документы, проходить медкомиссию? Нет, эту систему сильно упростили по сравнению с первым разом, когда я подписывал контракт. Теперь задействована администрация, и на местах администрации помогают, вплоть до предоставления транспорта, свозить на медкомиссию, свозить там в военкомат, даже тот же. Вот, например, с вещами из дома, вот при убытии сегодня с утра. Меня доставили на машине сначала в военкомат, потом из военкомата на сборный пункт. Вообще никаких проблем. Сейчас-то очень упростилось все. С момента, когда вы пришли сюда, да, на отборочный пункт, и вот сегодня вы уже уезжаете. Сколько дней прошло? Нисколько. Я сегодня с утра только приехал. Ну, медкомиссию я прошел еще у себя по району, в районной поликлинике, поэтому я приехал с медкомиссией, изготовил все. Здесь пакет документов быстро сформировали, подняли личное дело по старой моей службе, все оформили, предложили на выбор несколько команд. Я в ближайшем просто попросился, да, и все, чтобы не тянуть время, не морочиться. Вы попадете вот с другими, да, ребятами. Насколько быстро, как вы думаете, вы с ними сработаетесь? Ну, на бытовом уровне это несложно. Я, как по-любому своему, довольно-таки привычен. А там просто после распределения там уже и люди поменяются, кого-то в другую часть переведут, а там уже по месту. В боевых условиях это быстрее проходит, происходит все. И от тебя зависит чужая жизнь, и ты от других людей зависишь, твоя жизнь. Поэтому там намного быстрее это все происходит. Разговоры вот про такое, да, там, боевое братство, это, ну, не... Не преувеличение это, нет. Абсолютно правда, оно существует, и... Ну, я до сих пор общаюсь с ребятами, с которыми в первый раз там находился. Ну, их уже нету, но мы их помним. С теми, кто живые, общаемся, продолжаем, ну, поддерживаем общение. Много людей вообще вот приходит? Ну, сегодня я здесь человек 20 наблюдал. Это только за сегодня. Ну, и так же, как я, одним днем оформились. Некоторые, ну, второй-третий раз приезжают, но они тоже уже все распределяются очень быстро все это. Люди взрослые в основном, или вот, ну, какой примерно возраст? Насколько я заметил, возраст, большинству средний, я так думаю, 40 лет. То бишь, люди идут зрелые, они обдуманно это делают. Нет вот этого юношеского максимализма, восторженности вот этой юношеской. Идут люди многие с опытом уже. Есть и молодые, ну, их, скажем так, не так уж много. В основе идут сейчас ребята 45-50 плюс, да, имеется. Ну, и те ребята, которые там от 25 до 30. Что им не движет? Не спрашивайте, вот, почему ты пошел, почему ты пошел? Не интересуетесь? Как бы таких вопросов особо не принято задавать. Но видно, что люди, я же говорю, патриотизм далеко не на последнем месте. И это радо. Победа будет за нами? Это не обсуждается. Это закономерность. Россия никогда не проигрывала.